Той командой, которая была вокруг покойного президента Ирана, она продвигала повестку выхода с Персидского залива, то есть транзитных путей, не то, что хотела Индия и Франция, и в частности Израиль. Если помните, они протекают, Индия протекает альтернативные пути, выход от Индии через Персидский залив, затем через Аравийскую пустыню, затем через территорию Израиля, затем с выходом на территорию сектора Газа именно там, где Рафах, где идут самые ожесточенные бои, в обход Синая и Суэльского канала прямой получала бы выход Индия и ее сторонники. Франция и ряд кругов США, в Израиле и так далее, получали через Средиземноморье выход на юг Франции, то есть вот это Индия-Франция, грубо говоря, путь. И то, что продвигает Турция ряд юго-восточных стран, кстати, там тоже, мы знаем, были проблемы, и после визиты словацкого премьера-министра Фитцова к нам в Азербайджан, очень успешного, было покушение, он находится в коме, в тяжелом состоянии. Также были попытки, опять-таки, я противоречила, но пресса пишет, попытки перевороты или покушения на Саудовского принца Бен Салмана и на Эрдогана были попытки. То есть, также метка в Учичу была, следующий после Фитцов, также есть определенные угрозы венгерскому главе Орбану. То есть, это та самая линия, которая от Персидского залива через Азербайджан, Грузию, Черное море, затем через Балкан и Юго-Восточную Европу хотела выйти на Балтику. Там, кроме Юго-Восточной Европы, это поддерживает Германия и Астана. То есть, четко ясно, группа стран, которые были заинтересованы. И визит Эбраима Райси дал позитивный итог для дальнейшей практической реализации этого проекта. Но сейчас посмотрим, как будут развиваться события. Продолжение следует...